Вынуждены пить из озера. Около 600 жителей села Белое в североказахстанской области нуждаются в чистой питьевой воде. Проблему с водоснабжением сетуют сельчане и не могут решить многие годы. Хотя для решения вопроса из бюджета якобы были выделены средства. Нургулялина разбиралась в ситуации. Вот так и за дня в день житель села Белое Ислам Умара вынужден добывать себе воду. Сперва 75-летний пенсионер собирает вокруг дома снег, затем рассапливает его на печке. Сельчанин говорит, воду обещали дать еще летом. Потом осенью уже наступила весна, а живительной влаги по-прежнему нет. Мы топим снег и пьем эту воду. Еще набираем ее с озера. А разве такая вода безопасна? Разве ее можно пить? Подумайте сами. Но ничего не поделаешь. У нас нет другого выхода. Конечно, мы болеем. Этот год был объявлен годом села. Но даже от этого не легче. Нам не торопятся решать нашу проблему. Некоторые жители от безысходности вынуждены сами пить воду из озера и ею же поить скот. 50-летний Игорь Наумов говорит, несмотря на то, что он потратил около 200 тысяч тенге на подведение воды в свой дом, ее до сих пор нет. Вот пьем с озера воду. Ждем, пока нам водопровод проверит, когда пустят ее. Обещают там много, а делать-то не делают. Да мы не в 21-м живем. Мы еще в 19-м веке живем. Так походит. Вот сейчас что, пустили водопровод? Когда вам это все будет? В селе всего один колодец. Жители говорят, что вода в нем слишком соленая. Чтобы решить проблему с отсутствием водоснабжения, даже разработали проект на 2020-2022 годы. Но работы не завершены до сих пор. Аким Силавин, сложившиеся ситуации, плохие погодные условия и ответственную подрядную компанию. Вина на тех надзоре. Это они отвечали за этот водопровод. Подрядчики не успевают. Поэтому нам приходится тянуть время. На воду у нас было выделено 375 миллионов. Из них 80% уже освоены. Эти работы планируем завершить в течение марта. Народу дадим воду. Ответственная подрядная компания до сих пор проводит очистку и промывку водопроводных труб. Начальник участка заверил, что совсем скоро работы завершат. В течение 10 дней жители села обеспечат водой. В прошлом году мы до 22 декабря завершили основную работу. Теперь осталось подключить, проверить на функциональность, дезинфицировать воду. И можно будет подавать населению. Сейчас подготавливаем колодцы, открываем забички и подаем воду. Также ребята дополнительно проводят мелкие побелочные работы. Сейчас в селе Белы имеется 222 дома, в которых проживают около 600 человек. Отметим, что населенный пункт находится в 55 километрах от областного центра. Нургуль Алина, Замат Юлбаев, телеканал Матэн, Североказахстанская область.